Здравствуйте всем! Сегодня, как обычно, мы будем разбирать символические значения следующего мифа, принадлежащего к эпохе Индры, который называется Индра, Чур и Крышень. И из этого мифа мы сможем узнать кое-что о противоположных нам и нашим предкам, родителям, силах. Кто такой Дэй, я рассказывала в предыдущем видео. В этом же мифе, в этом видео, речь пойдет о его сыновьях. Так, начнем. Говорил Дэй Отец, торжествует сварок, власть над светом дана ему Богом, но без тьмы нет и света. За ясным днем наступает темная ночь. И послал Дэй Отец тучу грозную, гром гремящий и частый дождь до Капановым тем горам. К сыну Индре, что черным камнем простоял много сотен лет, врос по пояс в матушку-землю. То не туча накрыла Индру, то из Дэй в их черных туч опустилась Апераскея. Оплела змея его кольцами, Дэй же в сына пустил Перуном. И очнулся великий Индра, овладел змеей Апераскея, содрогнулась земля сырая, и потрясся небесный свод. В начале хотелось бы обратить внимание еще раз на лживые слова тщеславного и завистливого Дэя. Такие, что без тьмы не бывает света. Это его известные слова, которые он любит повторять, и его же известная ложь. Поскольку еще Белес в предыдущих, в самых изначальных мифах сказал, что Дэй отец лжи. И он не отрицает этого. Дэй постоянно претендует на власть над миром материальным. Использует для этого всевозможные приемы и тактики, ухищрения. Ухищрается как может. И для того, чтобы все воплощенные существа ему поклонились и признали его своим отцом. Надо сказать, что это ему иногда удается на недолгое время. Он же ограничен собственной ограниченностью и существует только благодаря тому, что ему удается временно отвращать людей от их истинного Отца Сварога. Когда они забывают о своем духовном начале и полностью погружаются в материю. Как же нужно относиться к миру материальному? Подчеркиваю, созданную также Сварогом, сыном рода. Мир материи ограничен кольцом трех форм времени, прошлого, настоящего и будущего. То есть материя лишена вечности, вечного времени. Она не вечно, тленна. И поэтому накопленные богатства материальные собой не забирают после смерти физического тела. Забирают только опыт познания, то, что накопила душа, все качества, полученные ею в данной жизни, в данном воплощении. Воплощение же в мире материи душа это необходимая ступень развития. Познать весь материальный опыт и понять тленность материи, где нас подстерегают искушения Дея. Когда такой опыт пройден и осознан, душа уже не испытывает привязки ни к чему, что она может здесь познать. И ее взоры устремляются к мирам иным. Но пока, пока опыт материальной жизни необходим. Он рождает в душе некое новое качество, очень нужное качество, без которого не пойдешь дальше. Поэтому мир материален, священ, как создание Бога, и как место, где мы рождаем в себе качество, необходимое для дальнейшего развития. Дух одухотворяет материю и рождает любовь. Но вернемся к мифу. По прошлому мифу мы знаем, что Индра, натворив нехороших поступков из-за своей бунности, то есть неумения подчинить стихийные силы разумному началу, превратился в камень от мук совести и врос в землю матушку. Муки совести были посланы ему Всевышним, как наказание за убийство дочери Зимун Даны. В этом мифе мы видим, что Дэй, отец Индры, решил вернуть себе своего сына. Он насылает на него змею Пираскею, царицу Темного Царства, которая скручивает Индру своими кольцами. И Индра овладевает ею. Что это значит? Уже говорилось, что змеиные кольца это символ замкнутого трехмерного времени, которое существует в мире материальном. Выход из времени вечного, символ смертности. Если крышень в одном из мифов разорвал эти кольца, сражаясь с Чернобогом, то Индра овладевает этой ограниченной, но темной силой и просыпается. Словно женская часть темной силы, темной материи, заметим, что это не материя коровы-зимун, которая, одухотворяясь, рождает любовь и звезды, а темная материя, не имеющая духовной искры. Так вот, словно эта женская часть умной силы придает ему силы. Индра становится сильнее, но это не сила духа, это сила стихийная, неразумная, лишенная духовного семени. Как в Индерии той богатой, да у матери, у сырой земли жил могучий бог Индрик Дейвич, и от валуна камня черного то не сизый орел выпархивал, то и не яростный бык выскакивал, то выскакивал мощный Индра на могучем единороге. И ходил он по тихим заводям, он стрелял гусей и лебедушек, всех повыстрелил ровно 300 стрел, ровно 300 стрел, следом 3 стрелы, и не убил ни гуся, ни лебедя. Стал он стрелы те собирать в колчан, и нашел змей Индрик все 300 стрел, не нашел он только лишь 3 стрелы, опечалился мощный Индра. Всем, трём сотням стрел, знаю цену, но потерянным трём не ведаю. Золочёные одни, обточенные, В пятку вставлены камни яхонты. Где стрела лежит, там огонь горит, но не тем те стрелочки дороги, что горят в пяте камни яхонты, а тем стрелочки были дороги, что пером орлиным оперены. Не орла над полем летящего, а летающего над морем, что детей выводит на море. Как садится на латырь, так на морюшко перья мечет. Проплывают там корабельщики, эти пёрышки собирают, и по всем краям их развозят. Дарят перья царям, царевичам, дарят перья могучим витязям. И решился Индрик Дейвич. Я поеду к камню горючему, да котой горе латырской. У орла-то пёрышки повыщипаю, и пущу летать по поднебесью. И добуду яблоки ирия. Кто откушает золотое яблоко, тот получит вечную молодость. Власть получит от всей вселенной. Итак, Индра, как истинный сын Дейя, живёт в богатой Индерии. Интересен конь Индры, единорог. У всех рыцарей Ясуни просто кони, белогривые, медногривые, а у Индры с рогом. Предлагаю вам подумать, почему именно единорог. Далее описывается, что Индра стрелял в лебедей и гусей, причём использовал оружие дыива золота, то есть золочёные стрелы. Если перевестись с символического языка, это означает, что Индра 300 дней или каких-то временных промежутков соблазнял золотом мужчин гусей и женщин лебёдушек. Интересен срок в 300 дней или 300 золочёных стрел, 300 сроков. Именно столько песен дней спела Зимун, корова Зимун Велесу и он родился. То же самое происходит и здесь. Пока рождался некий Сварожич, в течение этих 300 сроков, Индра безнаказанно соблазнял души людские. И только три последние стрелы, ценные отороченными перьями морского орла, он не смог найти, равно как и подстрелить этими стрелами лебедей и гусей. Орёл, тем более морской, символически связан со знаком Скорпиона. А высшая мистерия Скорпиона – это победа над смертью, победа над змеем внутри себя и в мире. Перья такого орла – это и есть оружие против змея. В мифе сказано, что их развозят и дарят царям-царевичам и могучим витязям, то есть как оружие. Вот какой Сварожич рождался в эти 300 сроков, пока Индра бил гусей лебедей. И 300 стрел он нашёл, то есть он взял свои жертвы, те, которых он успел настрелять в эти 300 сроков. А вот в последние три срока ему это уже не удалось, поскольку это уже были не просто стрелы, а стрелы с перьями орла морского. То есть в эти три срока ему уже помешал рождённый Сварожич. Кто это, думаю, многие догадываются, но об этом мы узнаем позже. Не доискавшись своих жертв, так как сказано в мифе, следом три стрелы не убил ни гуся, ни лебедя, то есть никого ему не удалось соблазнить, Индра говорит, всем трём сотням стрел знаю цену, то есть они попали в цель, но потерянным трём не ведаю. То есть цели свои он не достиг. Индра рассержен, чувствуя, что ему мешают, что родился кто-то, кто его победит. Тогда он решает поехать в Ири и найти этого орла и повыщипывать ему перья, то есть лишить оружия, лишить некой силы, сразиться с ним, а заодно получить власть над Вселенной и обрести вечную молодость, поев молодильных яблочек. То есть Индра, ограниченный кольцами змеи пироскей, ограниченный своей же ограниченностью, решает, что он может силою овладеть вечностью и таким образом обрести власть над Вселенной. Видимо, для этого Дэй и пробудил своего сына, не понимая, что это невозможно в силу отсутствия в нём духовного начала, выражающегося абсолютным всезнанием и мудростью. И у матушки у сырой земли стал просить он благословения, и сказала ему мать сыра земля, Ах ты го, еси мощный Индра, я не дам тебе благословения по дороженьке ехать к Ирию, есть на той дорожке заставы, там у первой горы толкучей, у второй-то птицы клевучей, а у третьей лежит трёхголовый змей, не пройти тебе, не проехать. Не послушался мощный Индра, седлал коня и поехал. У коня во лбу рог оточенный, у коня-то шерсть трёхлокотная, хвост и гривушка опускаются, по сырой земле растилаются. В три строки попона прострочена, строчка первая красным золотом, а вторая строка чистым серебром, ну а третья тоскатным жемчугом. Плетены в неё самоцветы. В синем небушке светит солнце, блещут камешки драгоценные. У коня подпруга семи шелков, ну а пряжечки красно-золото, ну а шпенечки все булатные. Шелк не трётся, булат не гнётся, красно-золото не ломается. Поскакал по полю единорог. Первый раз скакнул, за версту скакнул, а второй скакнул, так на сотню верст. Стал озёра он перескакивать, мелкие реченьки промеж ног пускать. И к горам толкучим приехал, и пред ним раступились горы. Не успели вместе столкнуться, конь заставы быстро проскакивал. К другой заставе прискакивал, тут сидели птицы клевучие. Не успели крылья расправить, конь и ту заставу проскакивал. Прискакал он к змею треглавовым, не успел тот хобот расправить, перескакивал змея-конь. По мере изучения мифов всё больше проявляются лики света и искусителя. У Дыя, привязывающего душу к материи, заставляющего забыть об отце Свароге, много ликов. Из уже изученных нами можно выделить, как подводя некий итог, это те, кто наводят злые чары. Помните миф о битве Велеса с Дыем? Далее сын Чурила, дьявольские красивые люди, которые соблазняют своей красотой. От них невозможно оторваться. Дочь Дива – это кабацкие гуляния, выпивка женщины, соблазняющие мужчины, пользующиеся ими, без чувства любви и привязанности. И, наконец, самый мощный – сын Индра, оружие которого – золото, серебро, богатство. Когда за весь этот тленный материал продается нечто действительно бесценное – душа и совесть. Но вернемся к мифу. В этой части мифа описано богатство, с которым был украшен конь Индры, а также описывается его сила. И надо сказать, что конь обладает, по описанию в мифе, действительно большой силой. На мой взгляд, здесь описано, насколько сильно может быть притяжение злато-серебро для неискушенных душ. В этом и есть сила Индры. И приехал Индра в Ирийский сад. Он коньяк колечку привязывал и входил в Агриню Сварогову. И увидел он Ладу-матушку. Будь здорова, Ладу-хозяюшка. Где, скажи мне, хозяина найти? В храме Кришнева сына Вышнего. Там Сварог родителя славит вместе с Бармою и Чурилой. Вот идет Сынды я по Сварге, по дороженьке, по широкой. Та дороженька каменистая и стоит деревянный храм да у камешка латырского. Вот приходит в храм Индра Лютый. Будь здоров, Сварог, царь небесный. Будь здоров и ты, мощный Индра, ты зачем к нам в гости явился? Слышал я, что в саде Ирийском поднялась волшебная яблоня. А на яблоне той золотые яблочки. И садится на эту яблоню, и клюет золотые яблоки молодой орел с изыперышки. Я хочу отведать те яблоки, перья выщипать у орла. Промолчал Сварог, Барма лишь сказал, рано перья считать у того орла Сизакрылова. Здесь мы снова слышим про молодого орла Сизакрылова. Индра, придя к Сварогу, говорит прямо. Хочу сразиться с тем, кто подрос, потому что он чувствует угрозу от молодого орла в силам дыя. Однако Барма говорит ему рано, мол, еще сражаться с ним. Молод еще. Но орел ест яблоки, дающие вечную молодость. То есть это кто-то, живущий в вечности. Сын Сварога Сварожич. Выходили они из храма, становились у Дубравы. Говорил тут Индра Сындыевич. Слышал я от ее родителя, что богата Сварга украшена. А у вас все здесь не по-нашему. Храмы все у вас деревянные, дороженькие, каменистые. А у нас богаты Индерии. Храмы выстроены из мрамора, а дороги усыпаны золотом, каменями драгоценными. И сказал тогда мудрый Барма, путь, усыпанный красным золотом, уведет от прави идущего. Те же камни, что в светлом Ирии, драгоценнее самоцветов. Это особая часть мифа, указывающая на то, что именно уводит с пути вправь в мир богов. Наши предки вели в основном простой образ жизни. Это была простая еда, простая, но со смыслом украшенная одежда, простые занятия, жизнь в гармонии с собой и окружающей природой. Основной смысл придавался не внешней форме, от которой требовалась только чистота и аккуратность, но внутреннему содержанию. А внутреннее содержание было глубоким и большим. Осознанность каждого действия. Все действия имели смысл и ритуал, начиная от спахивания поля, заканчивая различными праздниками. Наши предки не отводили отдельно время на ритуалы и обряды. Нет, они жили в этом, стараясь в каждом своем действии повторять деяния богов. Наверняка творец в образе человека, умевший повелевать стихиями, истелять людей, творить свою жизнь по своей мысли, слышащий и разговаривающий с существами природы, общающийся с богами, выглядел в жизни очень просто. Жил в простом доме, ел простую еду и носил простую одежду. Поэтому сварга — это путь развития не внешнего богатства, истребляя непомерно природу Матушку, а развития самого себя и своих способностей. А ведь для обеспечения жизнедеятельности человеческого тела многое не нужно, как нам пытаются в нашей еды. Оттого Барма и говорит Индре, что те камни, что в светлом Ирии, драгоценнее самоцветов, ибо путь, выложенный этими камнями, ведет к вечности, а путь, выложенный самоцветами, ведет в плен материи и к остановке в эволюции. И ответил сварог сыну Дыя, «Любишь ты хвалиться богатством, любишь ты наряды и золото, как твой брат Чурила, сын Дыгевич. Ты богатством с Чурилой меряйся, ты езжай с Чурилой во полюшко, там меняй с ним платья цветные, снова на ново три годочка, кто кого из вас перещапит». Поезжали Индра с Чурилой во широкое чисто полюшко, красовались, меняли платья все три года, затем три дня и вернулись в светлый Ирий. Сила Индры в богатстве, соблазн в золоте. Сила сварога – это сила духа, сила творца. Оттого сварог батюшка предлагает Индре меряться силами, раз он для этого явился в Ирии и кого-то хочет вызвать на бой, с противником его уровня, но из рати свароговой, то есть с Чуром, с братом Индры. Ибо как могут бороться сила богатства с силой духа, если это разные явления? Вот Индра и Чурила – одного поля ягоды, и меряться силами они могут не через оружие, поединок, а через хвостовство нарядами, у кого какой краше. Не правда ли знакомая ситуация? Чем же им еще меряться? Ох и веселый же наш батюшка сварог! И это смешно, потому что нет смысла в этих соревнованиях, у кого красивее одежда, жена или кто кого богаче. Истинное состязание – это состязание на силу духа. Однако у нашего батюшки сварога не все так просто. За внешним развлечением, конечно же, и в этом состязании все-таки был свой смысл. Об этом мы узнаем позже. В храм ходили и низко кланялись. Сапоги чурилы, зелен сафьян, нос-то шилом, пятый востры, с носу к пяточке, хоть яйцо коти, под носочечком воробей летит, а кафтан чурилушки вышитый, золотые пуговки, словно жар горят. И входил в храм Индра Сындеевич. Лопотки на нем из семи шелков. Вплетены в них камешки яхонты, да не ради красы, для поездочки, чтоб сверкали и днем, и ночью освещали ему дорожку. Шапочка на нем семигранная, да и шубочка соболинная. Ну а пуговки красно-золото, а в тех пуговках звери страшные, львы и волки, и змеи лютые. На крылечечко правое чур вставал, ну а Индра вставал на левое. Начал Индра плеткой поигрывать, стал по пуговкам ей похаживать. Как от пуговки и до пуговки, из петелечки до в петелечку, как запели тут птицы певчие, звери лютые зарычали, и влетел во храм змеи горыныч. Содрогнулась вся поднебесная, падал на земчур, в сокрылечко. И сказал сварок Индре грозному, ты уйми, утишь птец певучих, позакличь зверей всех раскучих, прогони, казмея горыныча, ты иначе обрушишь небо. Я тебя, сварок, не послушаю, отвечал ему Индра яростный. И сказал тогда Индре барма, ты уйми, утишь птец певучих, позакличь зверей всех раскучих, прогони змея горыныча. Не послушал Индре барму, и тогда сварок вместе с бармой к Алатырю обратились. Крышний бог, уйми Индру мощного, и раздался тот голос крышни, ай ты, Индра, сильно могучий, ты уйми, утишь птец певучих, и закличь зверей всех раскучих, прогони змея горыныча. И склонился Индра пред крышнем. Приунял он птиц певучих, всех зверей закликал рыскучих, отозвал измея горыныча, ты всех выше, сын вышня крыши. О том, что Индра переселил Чура в этой битве, мы можем сделать вывод из описания наряда. У Чурила этот наряд был просто для красоты. Затейливые туфли, пуговицы, хоть и золотые, но просто куски золота. У Индры же в красоте и богатстве наряда появляется смысл. Лопатки украшены камнями, портки, но не для красоты, а чтобы дорогу освещали. Пугаются золотые, но не только. Они еще как амулеты, хранили в себе силу звериную, а именно, здесь перечисляется конкретно, львов, волков, птиц и змей. И этой силой Индра управлял. Богатство, но не бесцельное. Рассмотрим символику зверей, попавших в плен Индры. Первый лев. Из предыдущих мифов мы знаем, что лев это тотем сварога. В астрологической традиции знаком льва управляет солнце, символ духа творца. Если лев попал в подчинение к Индре, что это значит? Это значит, что и на солнце есть сейчас пятна. То есть существуют духовные болезни, такие как гордыня и эгоцентризм. Поэтому у Индры появилась сила противоречит сварогу. Ему словно было, что противопоставить солнечным качествам творца. Далее волк. Волк это тотем Велеса. Его лучшие качества, храбрость, свободолюбие, преданность, ум. Но и тут Индра все испортил. И храбрость превратилась в злость и агрессию. Итак, Индра приобрел власть, вернее не власть, а способность влиять на творение сварога человека. Далее змеи. Ну это и так понятно. Темной силой змеи Индра овладел еще до того. Поэтому в храм Всевышнего влетел змей Горыныч. Птицы имеют отношение к словам и мыслям, то есть к барме. Сын Дэй и тут постарался, овладея ложью. То есть оскверняя слова и мысли ложью. Поэтому противоречит и барме. Итак, гордыня и ложь. Власть искушать самое главное творение Богу в душу человеческую. Это придавало Индре силу. Однако он не посмел сказать что-то поперек самому Всевышнему. Противопоставить было нечего. И он послушался. И сказал Чурилушка Индре, «Будем биться мы в велик заклад, будем прыгать через смородину. Речка-то смородина огненная, и бурлит она, и огнем горит. Перескочит кто будет жить, тот же, кто не сумеет, сгорит». Говорил тот Индра Чурилушке, «Похвальба твоя впереди моей. Прыгай ты за речку первым». Чур коня направил через реченьку. В полреки же падал в смородину. Перескакивал Индра речку, и обратно он поворачивал. В полреки-то Индра припадывал, и Чурила за кудрышки хватывал, и вытаскивал Индра брата, и до Ирия не спускал. Итак, легендарная речка Смородина, которая разделяет два мира, Яфи и Нафи. Мир проявленный и мир астральный. Смородина разделяет мир живых и мир ушедших. Чур предлагает Индре еще одно состязание, перепрыгнуть через Смородину. Видимо, это означало проверять или проявить силу свободного перемещения между этими двумя мирами. Я подозреваю, что для того, чтобы совершать такие чудеса, такие перемещения, требуется некий переход, трансформация через огненные энергии, в которой есть горящая река Смородина. То есть такой переход между миром Яви и Нави возможен при наличии некой силы. Ну, если не идти путем потери физического тела. Если этой силы недостаточно, то можно сгореть в этих энергиях. И в этом состязании снова побеждает Индра. Мало того, он еще вытаскивает и Чурилу, чтобы тот совсем не сгорел. И это утверждает его мысли, что он может стать властелином нашей Вселенной еще больше. Вроде бы он как бы побеждает сварога в лице Чурилы, хотя Чурилы является сыном Ния, точно таким же, как и сам Индра. И надвинулся туча Индра, напустил и громы гремящие, напустил и грозы левучие. Пусть затоплена будет сварга, пусть обрушатся небеса. И из туч с небывалой мощью потекли на землю потоки. Нескачаемый падал дождь, ниспадал, как острые стрелы. Облака низвергали воду, затопляя всю матушку землю. Нет границ между горами и долами. И задул пронзительный ветер, от которого нет укрытия. И тогда корова Зимун с дочерьми в храм явилась. О, могучий сын вышня Крышинь, защити нас от гнева Индра. И поднял тогда вышний Крышинь над Ирийским садом Алатырь. Всех укрыл горой Алатырской от грозы и ярости Индры. И зашли под защиту камня все сварожичи небожители. И стояли там семь ночей и дней. И, увидев чудо великое, изумился могучий Индра. Отозвал он тучи Атырия, приказал дождю прекратиться. И закончилось наводнение. Тут же в реках спала вода. Падал Ниц пред камнем Индра. И корона его померкла. Ты всех выше, сын вышня Крышинь. Ты есть сын в великом Треглаве. Я считал себя всех превыше, но меня Господь образумил. И восславил Бог Барма Крышня. Ты, сын вышня, могучий Крышинь. Матерь ты, отец вселенной. Ты духовный учитель мира. Ты есть высшее знание Вет. Ты есть камень краеугольный, на котором зиждется храм. Ты, как род, родил мириад миров. Ты творение мира корень. Ты верховный властитель вечности. Ты правитель земного мира. Итак, миф заканчивается тем, что гордыня Индры была усмирена и померкла его корона. Хотя он до этого считал себя чуть ли не Всевышним Богом. Интересно, что сам Сварог и Сварожичи не вступили в бой с Индрой, хотя, конечно, могли. Роль нашего Батюшки Сварога в данной истории ограничилась только словами, чтобы образумить противоречащего всем и всему Индру. Почему? Почему Сварог не показывал свою силу? Да потому, что в данной ситуации нужно было показать Индре, кто на самом деле Бог Всевышний и кого нужно почитать за Отца. И заметим отдельно, за правителя мира земного, как сказал в конце Барма. Не Дэй правитель мира земного, а Всевышний. В этом заключался урок и Всевышнего Рода, и Сварога. Сын Всевышнего Крышень когда-то был распят Чернобогом вместе с Сурьей и Ильмом. В предыдущих видео я зачитывала этот миф. В этом мифе Барма говорит, что Крышень – сын в Треглаве, в Святой Троице. Правда, знакомая история о Сыне Божьем, как о Духовном Учителе Мира, который есть камень краеугольный, на котором будет воздвигнут храм. Лично меня это содержание этих мифов наводит на очень многие мысли. Мы должны почитать наших предков и богов, но при этом помнить, что Бог един. Это род Всевышний. А ликов в Него много. И Он – начало всему. Мы же должны следовать путям наших предков, нас создавших, потому что мы их подобие и образ. И путь иной нам чужд. А путь предков – это путь Ясуни, путь звезд. Благодарю за внимание. Продолжение следует...